Двенадцатая минута первого тайма. Сами Хьюиффе тут просто ночует у штрафной спартаковцев. Карагер бьет правого фланга. И внуки угловой. Шквал аплодисментов. Вы знаете то, что происходит на Энфилде, я не возьмусь назвать. Бурей овации, бурей каких-то необузданного проявления чувств. Нет, не так. Тут публика для футбольного, Люда, наверное, все-таки интеллигентна. Это именно аплодисменты. Но поскольку все воедино, все слитно, все дружно, все без какого-то желания унизить соперника, то смотрится все это по-английски аристократично и просто здорово, в конце концов. Мерфи! Да, гол пропустили. Не бывает так, чтобы вот с массой недочетов уснули, а проснулись здоровенькими. Так просто не должно быть. Это вредно, в конце концов, для себя же любимого. Но то, что «Спартак» играет с настроением, это совершенно очевидно. Не намерен отсиживаться в обороне, что приятно. Ну, а думаю, у нас в клубном футбольном доме положение дел сейчас таково, что декларировать обязательность выхода во второй этап и для «Спартака», и для «Локомотива» это уже не только чрезмерно оптимистично, это и в достаточной степени наивно. Вот в зону УЕПа попасть, но, наверное, еще пока можно рассмотреть подобный вариант. Даню Мерфи коротким таким движением сбил Ковту на шагах, все рассмотрел судья и штрафно назначил как надо. Оуэн отбили первую атаку. Мерфи! Кладывает мяч в ногу. Двеночерой 2-0. И опять оборона «Спартака» выглядит построившейся даже не в линии, а в шеренгу по одному. Конечно, на ходу, на скорости все это проходится стремительными левоподлианцами в одночасье, и даже секунды на две было у Чайру, чтобы переложить себе поудобнее мяч, и бросить взгляд на Черчесова. Ковтун, Холестов, Калиниченко. Вновь пас налево на Холестова. Опять Калиниченко. Игра в квадрате. Ковтун. Игра в квадрате закончилась. И мяч переходит к игрокам Ливерпуля. Есть возможность! Кудряшов! И садится ему на ногу Степан Аншо. Угловой удар. Чуть больше половины первого тайма сыграно на стадионе Энфилд Роуд. Матч третьего тура первого этапа Лиги Чемпионов. Ливерпуль-Спартак 2-0. Впереди хозяева мячи забили Эмил Фески и Брюно Чайру. Только что мог забить Спартак. А теперь Майкл Оуэн уходит один на один и попадает в штангу. Прощает, что называется. Ну ладно. За прошедшие две минуты, что называется, квиты. Не забил Кудряшов, не забил и Оуэн. Оуэн не мог забить 9 матчей подряд. 9 матчей подряд. Что это такое для Оуэн? Перед матчем мы обменялись мнениями с моим коллегой Георгием Черданцевым о возможных перипетиях. И я поделился ощущением, что у Ливерпуля, хотя это ни на чем вроде бы не основано, могут сегодня быть проблемы. Да, могут, согласился Юрий Черданцев. Если в 15 минуте сейчас не будет 2 или 3-0 в их пользу. Ну, вынужден признать правоту моего коллеги. Хотя кто его знает? Еще играть. Половину первого тайма и весь второй. А у Спартаковца два момента было тоже. Ну и активизировать игру тоже надо. Кески. Как угловой, так страшно. Высокие и мощные. И еще один. А дождь хлещет и хлещет. Любой мяч направленный с его оборот опасен необычайно. Но не отметить того, что Ливерпуль сегодня играет и более страстно, и более классно, чем Валенсия неделю тому назад. Я бы не взялся 3-0. Сами Кюйка. Чуть ли не лучший игрок в премьер-лиге. Английской. По действиям на втором этаже. И вот не только Спартаку. В форум стонать обороне Арсенала, Челси и Манчестера. Форум, когда кинт приходит в штрафную. И пас какой Даня Мерфи вырезал. А с 11 метров бил человек. Как ногой вложил. От земли. И прыжок еще, да? На метр добрый. Ну, что-то больно. Легко тут дают принимать мяч Даня Мерфи. Овен. Мерфи. Далеко не самый тепличный из игрок в Мерфи. Роботяки какими выглядят между прочим. И так легко. Выдергивали, что называется, Спартак на встречу. А на встречном походу арифметика для третьего класса. Вот задачка про два поезда, идущие друг другу на встречу. А тут чуть в сторону, конечно, просвести. И обыгрывать не надо. Только вот что выжмешь из этого штрафного. Они же играют-то наверху. Как руками все равно. Практически все. Особенно вот этот, господин. И прессинговать пытаются спартаковцы. Рукой подыграл Артем Безродный. Обидно, когда не построился ты под мяч и видишь, что он пролетает мимо. Хотя не сначала, а под усталость, сыро, скользко и... Очень сбежать не хочется. Ливерпуль играет безупречно в первом тайне. Ливерпуль играет для Гурмана. И не в Спартаке тут дело. От такого Ливерпуля в прошлом сезоне и Лидс получал по три, даже четыре. И Манчестер Юнайтед не может уже выиграть пять матчей подряд, уступая Мерси Сайдс. И опять Джерард делает рывок. 40 метров уже пробежал. И хватает его еще на борьбу. И на обводку. Вот этот нескладный внешний 17 номер, да, это будущее сборной Англии. На мой вкус в большей степени, чем Майкл Лоу. Нескладный, нескладный объем работы, удар, пас. Когда он играет против тебя, он монстр просто такой. Да. Грустный счет, но красивый футбол. Вот и все, что можно сказать о первой половине игры на Энфилд Роуд. Кемил Хески на седьмой минуте. Бруно Чайру на пятнадцатой. Ну а потом в довершении всех наших неприятностей. И третий мяч, проведенный после розыгрыша стандартного положения. Капитана Ливерпуля, сами Кюлька. Команда уходит на перерыв, и мы вместе с ней. Кюлька. Браво Чорчесов. Браво. Пусть рядом, все равно браво. Все видимости, сегодня лучший матч Ливерпуля в сезоне. А поскольку ни одна игра в премьер-лиге от взора вашего покорного услуги не укрылась, могу сказать, что мое мнение это бесповоротное. Так Ливерпуль еще в этом сезоне не играл. Погружаться в черную полосу нельзя. Надо помнить, что жизнь состоит из разбор. И любая дорога начинается с первого шага. Ассисты делают паузу, дает возможность приблизиться к воротам. И четвертый гол Солив Диао. Вот выпустил парня Ульер. Не виноват, не виноват Кунислав Черчесов. Давайте еще раз посмотрим. Во-первых, зона. Лысая, скажем так. Один стоял, наверное, полминуты. Дали принять, подготовиться. Паузу Хески держал, пока не добежали. Ну и здесь дал, конечно, Митревский пробить. Особо придирчивые могут разбирать. Налег на плечи. Сенегалец именалек. Сенегалец именалек. Паузу делает Владимир за счет партнера. Центральная зона освобождается. Бьет Калиниченко. Очень хорошая атака. И Дубик переводит мяч на угловой. Все главы. Непривычно много для себя подал Спартак. Диава с мячом. Тут, конечно, невнимательно. Просто дали в штрафной прийти и пробить. Так нельзя. Обессиливший Кебе валится на газон. Длинный пас. Ну что, тут уже хотят, чтобы Оуэн забил сегодня непременно. А то как же так получается? А забивает Пески, как я понимаю. Тут все по праву. Приятный выбор. Скажите, господа, хорошие, кто лучше сегодня играл? Кески или Оуэн? Ну ладно, Кески, ответило большинство. И все довольны разошлись по домам. Из контекста матча не станем выдерживать последнюю минуту. Но кормили. И накормил Кески. И накормил тот же Оуэн. Хотя, может быть, глаза это бросалось не так. И Хаман, и Джерард. И Чайру. Я даже сегодня не возьмусь в Ливерпуль назвать футболиста, который не сыграл бы на 5+. Вот она табло 5. Правда, плюсы там не рисуют. Крауре. Дюс. Мерфи. Руковой не дает. Отмашки Кески. Подумал. Предложить, что Львову назабить или сделать кэк-трик самому. Фенальти не будет. Ушел в сторону. Ну, вот на повторе кажется, что мяч прокинул и контакт был. Но за весь матч не было ни одного повода не довериться люксембургскому арбитру. А он находился рядом. Это уж абсолютно точно. Ну, все как угодно. А второй тайм должен был по счету от первого отличаться. Потому что второй половине игры Спартак сыграл лучше. Да, это лучше слабое нам с вами утешение. Особенно, когда посмотришь на табло. Но пусть кто-нибудь другой бросает кирпичи. Московский Спартак. Тяжелая година ведь не только для Олега Романцева, его подопечных. Тяжелая клубная година для всего нашего футбола. Потому что не локомотив пока особо не блещет лига чемпионов. Это уж мягко говоря. Ну и четверг мы встречаем не без опасений. Это тоже уж мягко говоря. За противостояние Пармы и ЦСКА. Трудности надо переживать вместе. А радоваться, что у соседа чуть похуже. Этим занимается пусть кто-нибудь другой. Ваш покорный слуга Юрий Розенов со стадиона Энфилд Роуд в Ливерпуле. Телекомпании НТВ. До новых встреч на матчах Лиги чемпионов. Надежда умирает в последнем.